Почему социальные сети вызывают большую зависимость у людей, когда мы успели настолько привязаться к телефонам и какие последствия несет высокая онлайн-активность, об этом вы узнаете в нашем следующем сюжете. Знакомая ситуация. Порой социальные сети завлекают нас настолько, что мы теряем счет времени, забываем обо всем на свете и погружаемся в нашу онлайн-жизнь. А ведь потраченное время можно уделить работе, заняться саморазвитием и каждый день делать себя только лучше. Все, наверное, сводится к самовыражению. Человеку хочется себя показать, посмотреть на других и через некоторое время становиться небольшой зависимостью от этой информационной. Потому что раньше таких источников информации не было больших. Газеты, книги. Их распечатали раз, дай бог, в неделю. Люди читали и все. Этого было достаточно. А теперь этот круг расширяется с помощью соцсетей. И информации больше, и мы от нее становимся немножко зависимы. Действительно. Социальные сети забирают у нас очень много времени, которое мы можем провести с пользой. Но задумайтесь. Если бы мы уделяли больше внимания своим родным и близким, своей работе, то тогда жизнь каждого, может, стала бы чуть лучше. Представьте, что вместо того, чтобы очередной раз пролистывать Инстаграм, люди занялись бы своей работой, то, возможно, их работа стала бы более качественной. Это на самом деле логично, потому что у успешного человека, у него загруженность своей работы и своей деятельностью гораздо выше, чем у неуспешного. Человек даже может зарабатывать неплохо, но он не считается успешным, если он работает на этой работе, например, уже 10 лет, получает свой небольшой оклад, который его вполне устраивает. Но успешностью тут особо и не пахнет. Успешные люди, которые поднимаются по карьерной лестнице. Ученые Казанского федерального университета разработали и испытали информационно-аналитическую систему автоматизированного мониторинга персональных страниц пользователей социальных сетей. Вы выгрузили пул людей уже с HeadHunter, анализировали их, то есть как выявлялась успешность и неуспешность. Это, во-первых, временное изменение вакансии у одного человека. То есть, например, он начинал с вакансии, который просил 25 тысяч, потом потихоньку возрастал, возрастал, возрастал. Получается, он переходил с работы на работу и поднимал свою заработную плату. Это уже говорит о том, что он, скорее всего, развивается. Жизнь каждого из нас уже тесно связана с социальными сетями. Она открывает перед нами множество возможностей. Дистанционная работа, общение с друзьями и родными, проведение досуга. Но очень важно вовремя остановиться и не дать социальным сетям поглотить нас полностью. Энджа Минибаева, Леонард Влетьяров, Универтньюс.